Жигулевские горы И тогда по высочайшему указу Петра I на Самарской луке открыли серный завод. Самую высокую вершину Жигулевских гор так и прозвали серный. Здесь добывалась сера, которую в то время использовали для военных целей. До сих пор на вершине горы можно встретить наполовину заваленные серные колодцы. 1 октября 1882 года было основано общество Самарских врачей. Позже обществом врачей Самарской губернии при городской аптеке были организованы ночные дежурства, как бы сейчас сказали, пункты первой скорой помощи. 1 октября 1886 года в Самаре начал действовать первый в России противопожарный водопровод. Поначалу вода по нему подавалась только на главной улице города. Потребовался год, чтобы проложить 30 километров водопроводных труб и обеспечить водой остальную Самару. 1 октября 1888 года архиерей Гурий в торжественной обстановке осветил каменное здание театра драмы. Строили его самарские мастера в особом русском стиле. По примеру, театр Корша в Москве. В итоге получилось и красиво, и изящно. Из красного кирпича, украшенное пестрыми изроссами, оно сразу же приглянулось жителям. Самарцы прозвали здание теремком или пряничным домиком. С тех пор прошло 124 года, но и сегодня драматический театр радует нас своими необычными архитектурными формами. 1 октября 1890 года состоялось первое заседание членов Самарского общества любителей конного бега. Увлечение скачками ширилось не на шутку. В Самарское общество входили многие уважаемые купцы и состоятельные горожане. В 1903 году любители конного бега обустроили подром, там, где располагался позже завод имени Масленникова. И уже здесь регулярно проводились конные соревнования. И даже от случая к случаю устраивались собачьи бега. 1 октября 1890 года на берегу Волги под Воскресенским спуском была торжественно открыта и освещена часовня во имя святителя Алексия. Жители Самары особенно чтили его как покровителя своего города. Проект часовни разработал самарский архитектор Александр Щербачев. Здание построили из красного кирпича и украсили белой лепниной. С трех сторон часовни были сооружены массивные дубовые двери с зеркальными стеклами. Но в 30-е годы, как и многие другие храмы, ее разрушили. И только в 1998-м часовня во имя небесного покровителя Самары, святого Алексея, была восстановлена и освещена. 1 октября 1919 года родился Дмитрий Ильич Козлов, известный ученый и конструктор в области ракетно-космической техники, член-корреспондент Российской академии наук, ведущий конструктор первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. До сих пор ни одна космическая фирма мира не обеспечила столько успешных полетов, как это сделало конструкторское бюро Козлова, на счету которого 1750 успешных запусков в космос-ракет-носители, вывод на орбиту свыше 900 космических аппаратов. В 1927-м на свет появился Олег Ефремов, последний генералиссимус МХАТа. 1 октября 1835 года родился Адам Полицер, первый врач, всерьез занявшийся болезнями уха. Он разработал ряд внутриушных операций. В первый день октября прогнозы в народном календаре делает Арина Шиповница. Наверное, редко она ошибалась, если в этот день даже люди бывалые. Заломив шапки на затылке, внимательно в осеннее небо вглядывались. И если на нем не появлялось ни одного журавлиного клина, значит, можно было на теплую солнечную погоду до самого ноября рассчитывать. Видимо, именно поэтому, завидев на Арину журавлиную стаю в небе, бежали вслед за ней деревенские мальчишки, пытаясь криком «Колесом дорога! Колесом дорога!» вернуть птиц назад и хотя бы ненадолго задержать наступление холодов. Ариатну Арину Ирину с именинами и хорошего всем настроением. Сегодня, когда весь мир отмечает день улыбки, он вам просто необходима. «Сделай доброе дело! Помоги кому-нибудь улыбнуться!» Таков девиз сегодняшнего дня. Всего доброго!